Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Институт ТВ. Как и рынок труда, рынок недвижимости в США демонстрирует весьма слабые данные. Так, вчера стало известно о сложившейся ситуации относительно количества незавершенных сделок по продаже жилья в сентябре. Как показала статистика, число таких сделок сократилось в первый осенний месяц на 5,6%, что стало самым резким падением с мая 2010 года. Годовой показатель при этом опустился с 2,8% до 1,1%. Аналитики были настроены более оптимистично, полагая, что в сентябре рынок недвижимости изменит динамику и число незавершенных сделок увеличится на 0,5% к 3,5% в годовом выражении. Это уже четвертый месяц фиксированного снижения показателя, причиной которому является рост процентных ставок по ипотеке в США. В сентябре ипотечные ставки поднялись к своему максимальному значению за последние два года. Также среди продавцов недвижимости отмечено придерживание старта продаж в ожидании скорого роста цен на жилье. В результате на рынке создается искусственный дефицит, способствующий желаемому росту цен. Зато трейдеры в понедельник не медлили с продажами американского доллара. Индекс DXY, отражающий отношение доллара к остальным мировым валютам, колебался вблизи отметки 79 с четвертью пункта. Нежелание покупать доллар вызвано предстоящим заседанием ФРС, по итогам которого комитет по операциям на открытых рынках вряд ли пойдет на сокращение стимулирующих программ.